Здравствуйте, Ксения, спасибо за вопрос. Вы знаете, у меня когда-то очень давно в институте был преподаватель административного права, это было лет 20 назад, который говорил, что для того, чтобы в Украине наладить нормальную жизнь, нам необходимо отдать на аутсорс практически все государственные органы. Но это в качестве шутки говорилось. Понимаете, в чем проблема? Не до конца понятно, даже с точки зрения юридической, мне как юристу, например, очень сложно понять, каким образом это сделать. То есть, у нас есть ситуация, таможни являются частью государственной фискальной службы, органа исполнительной власти. Вот даже юридически чисто, я не исключаю, что нужно, возможно, и в конституцию какие-то изменения вносить, в части аутсорса функций органов государственной власти частным иностранным структурам. Я думаю, что это такой, как бы, очень сложный даже юридический вопрос. А с точки зрения функционального вопроса, я, например, до конца не понимаю, чем конкретно эти организации будут заниматься. То есть, у меня вот такой вопрос. Кто будет открывать шлагбаум? Вот я этого не понимаю. То есть, если шлагбаум будут открывать те же, кто его открывает сейчас, то в чем функция этих организаций? А если они будут открывать шлагбаум, то сколько это будет стоить, такое количество иностранных специалистов? И если государство найдет деньги на них, то почему оно не находит деньги на существующих специалистов и не ставит им, не дает им те же 2-3-5 тысяч евро, которые будут платить иностранцы, минимум? И тогда уже не спрашиваются этих таможенников, которые нарушают эти правила по всей строгости закона. То есть, я думаю, что, мое мнение, надо изучить этот вопрос более детально. Я его не изучал очень детально, должен признаться, пока не было соответствующих поручений. Но на первый взгляд, мне кажется, что эта идея несколько преждевременно и находится вне рамок правового поля. Еще буквально пару вопросов отчитать или дадим ему коллегу, чтобы задать свои вопросы. Добрый день, прямая линия, назоветесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Да, добрый день, меня зовут Артем Езисиева, я бы хотел спросить, что у Станкина Игоревича. Вопрос у меня следующий. В последнее время набирается всплеск моды на гадийских животных. В интернете можно заказать все, что угодно. С лимончиком, до низких гадийчиков, даже тигрят, обещают привезти буквально в течение недели, 10 дней. Скажите, пожалуйста, как таких зверей можно проводить через того, что существует ли какое-либо ограничение? Здравствуйте, Артем, спасибо за интересный вопрос. Честно говоря, никогда не задумывался в таком контексте, поэтому буду отвечать из того, что я в общем об этом думаю, без конкретики, потому что нужно смотреть. Я думаю, что если животное проходит ветеринарный контроль, то его можно завозить. Вопрос в том, какая его стоимость. И если это дорогое животное, я не исключаю, что там будет вопрос уплаты таможенных платежей. Хотя, опять же, я не исключаю, тут нужно просто более детально это анализировать. Ну, думаю, что там в такие моменты могут возникнуть. Понял, спасибо. Спасибо. Так, свяжу вам. То есть, нужба здоровая, где не хватило его коллеги. Как-то так, да. Добрый день, прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый день, я зовут Светлана, я в городе Киеве. Скажите, пожалуйста, почему сейчас на контрольном пункте пропуска, тортовка, да, в Харьковской области, если не что-то, безумные очереди, ну, приезжие в Россию и автобусы с украинцами, которые хотят ехать в Россию, стоят по два, по три часа, причем. Но их не досматривают ничего, просто люди на нас и не смущаются. Я прошу прощения, спасибо за вопрос. Я хочу уточнить, это очереди на нашей стороне? На нашей. Они не связаны с тем, что в России есть проблемы с пропуском? Нет, в России отдельные проблемы. Я не рисую, что эти на наши пограничники просто не проверяют. Нет, так может, их там просто не пускают. А какой пункт пропуска? Ну, если я правильно называю, Ковтовка. 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 Вы знаете, это странно немножко, вроде бы, такой информации не было, я не помню. Я могу еще добавить, что после того, как люди просто стоят в автобусе по три часа, их не оформляют, заходит водитель автобуса, говорит, пассажиры только обезут нами, по десяточке, по двадцатке, через человека нас пропустят. А вы не подскажете, кто не оформляет, это пограничники или таможенники? Ну, я таких пограничников уже не знаю. Хорошо, смотрите, давайте сделаем так. Я не помню такой информации оперативной, скажу откровенно, чтобы у нас на Ковтовке были очереди. Я буду на работе, буду в офисе, я посмотрю, что-то происходит. И если это как-то связано с работой наших служб, я смею вас заверить, что мы необходимое распоряжение дадим, для того, чтобы людей там не мучили. Да, очень надеюсь, потому что мы... Хорошо, конечно, конечно. У меня есть возможность для него, конечно. Да, спасибо. Да, спасибо. Возвращение к этому вопросу. Куда звонить, если вот возникнет? Да, сейчас человек увидел прямую линию, он позвонил, и проблема, если она действительно существует, она утешена. Если я стою на границе, вот есть какой-то, не знаю, телефон, доверие, службу, куда позвонить, чтобы... Телефон доверия, ну, может, по-моему, у нас такого нету, но у нас есть информационные сервисы при таможне, то есть можно звонить, например, если вы не можете сразу найти информационный сервис при таможне, во-первых, можно через интернет смотреть, куда звонить на таможне, либо спросить, позвонить в налоговую местную и спросить у них, потому что это все равно часть одной системы, и они могут подсказать. Окей, коллеги, процедура та же, называйте, задавайте вопрос, если вопрос есть. А если нет, меня еще интересует вопрос, что у нас чаще всего, какую контрабанду ввозят в Украину и вывозят чаще всего, то есть, ну, с какими нарушениями. Да, спасибо за вопрос. У нас наиболее, я бы сказал, существенная статья по контрабанде сейчас – это нефтепродукты, это товары народного потребления, я имею в виду одежда, особенно вот брендовая одежда, если речь идет о дорогой одежде, либо одежда из Китая, то есть, это может быть и контрафактный товар. В принципе, могу сказать, что большинство товаров, электроника, например, вот если мы возьмем те же айфоны, айпэды, компьютеры, ноутбуки производства Apple, очень много вот такой контрабанды, ну, то есть, практически основные товарные группы в том или ином виде у нас есть проблема контрабанды. Опять-таки, вопрос может быть несколько не к вам, вот тот же, допустим, мы упомянули, там, айпэд, вот через интернет вбиваешь, там, ну, серый, куплю это, то есть, вообще не проблема. То есть, почему у правоохранителей, вот это вызывает какие-то сложности, и почему нельзя перекрывать вот эти вот, ну, он уж заехал сюда нелегально, значит, найдя человека, который продает, наверное, каким-то образом нужно перекрыть этот канал, ну, собственно, или все-таки вопрос не к вам? Наверное. Тут, смотрите, проблема в чем? Мы контролируем, ну, скажем так, пересечение товаров в рамках таможенного контроля. То есть, если товар не задекларирован, он попал в Украину, дальше он каким-то образом попадает в торговую сеть, либо в интернет-магазин, и дальше попадает к потребителю. Вот мы контролируем как таможню вот эту первую часть. Дальше, прошу прощения, работают другие подразделения государственной фискальной службы, в частности, налоговая милиция. И вот товар, который попал к торговым сетям или в интернет-магазины, вот таким вот образом он потенциально может быть проблемой. Ну, то есть, потенциально налоговая милиция может и конфисковать товар, ну, потому что вещь идет не о плате платежей в государственный бюджет. Я не могу сказать, понимаете, тут в чем проблема. Я не могу сказать, что это не к нам, потому что налоговая милиция тоже является частью государственной фискальной службы. Но, поскольку я курирую таможенное подразделение, мне проще говорить за таможню все-таки, отвечать за таможню. Если вопросов нет, тогда спасибо огромное, что уделили время. У меня единственная будет еще к вам просьба. То есть, возможно, часть вопросов... Спасибо. Спасибо.